Здравствуйте! Отвечаю на вопросы тега без долгих приветствий. Сразу по делу, поскольку я очень многословная. Первый вопрос. Есть ли у вас свой стиль или вы подвержены влиянию моды? Я люблю быть разной. Я люблю и спортивный стиль, и кэжуал. Могу как-то одеться в деловом стиле, в романтическом. Как мне кажется, я сумею одеться и в каком-то молодежном стиле и не выглядеть смешно. И да, подвержены влиянию моды. Я стяжу и пытаюсь идти в ногу. Не опережая и не особо в ногу немножко. Наверное, все-таки в соответствии со своим стилем. И да, люди, наверное, могут сказать, что свой стиль у меня есть. Но все равно у каждой из нас остается, как бы он не пытался быть разнообразным, все равно остается собой и у него есть свой стиль. Так, второй вопрос. Как вы покупаете одежду и аксессуары? Что первичное? Так, очень часто я покупаю одежду, ориентируясь на цену. Я обожаю на распродажах вылавливать какие-то интересные вещи. Видимо, потому что вне распродажи, когда привезена новая коллекция, выбор слишком широк. И как бы это у нас получается очередная воронка, цена. В общем, я просеиваю все, что входит в тот ценовой диапазон, который я могу себе позволить. И минимума нету в этом моем диапазоне. И да, я охотник за интересными вещами на распродажах. И, как мне кажется, я умею одеваться. Так, ну и на вопрос, что первично, выходит, что цена. Хотя это не смешно звучит, да. Но, положа руку на нас, это скажет. Третий вопрос. Как вы формируете свой образ? Ну, как я уже говорила, отвечая на первый вопрос. Как бы мы ни старались создавать образы, мы все равно остаемся собою. Я не могу сформулировать, что это за образ. Я обожаю из какого-то минимума средств сделать нечто какими-то простыми решениями, какими-то креативными сочетаниями сделать нечто, что будет сделано со вкусом. Ну, что будет выдавать хороший вкус, гармоничность, не будет выпячивать недостатки внешности, фигуры. И подчеркивать достоинства. Ну, как мне кажется, я это умею. Особенно, когда я стеснена в средствах. Четвертый вопрос. Придаете ли вы значение макияжу и прическе? Используете один и тот же макияж или разный? Так, ну, отвечая вообще на вопросы этого тега, я, конечно, должна выглядеть хорошо. У меня должна быть безупречная прическа и макияж. Ну, в данный момент я нахожусь на работе. Я не могу отрегулировать освещение. И, ну, так как выгляжу сейчас, я выгляжу, ну, наверное, 50% времени. И если я сейчас буду стараться выглядеть лучше, то будет хуже. В общем, придаю большое значение стрижке, потому что сейчас у меня очень отросшие волосы. Но не стригусь, потому что не придумала, как бы мне подстричься. И потому что я хочу отрастить все-таки волосы. Я иду к новому имиджу. И поэтому сейчас ничего не трогаю. Макияжу. Макияжу, безусловно. Вообще без макияжа я, меня можно увидеть в утренние часы. Без макияжа я буду выходить на улицу днем, если вчера был праздник, скажем так. И мне просто, я просто устала от макияжа и от прихорашивания. Вот. Я выйду, как-то махнув на себя рукой, я выйду так, как есть. Такой случай. Что для вас? Есть ли у вас кумир в моде, которому вы хотите подражать? Нет. Нет. Нет кумира в моде. Мне нравятся очень многие. В моде я обожаю дизайнеров итальянских. Дочи и Каббана, Оскада. Кумирами назвать их нет. Тем более, что я говорю о той одежде, об их работах, которые они создают. Но нет, они не являются такими личностями, которые нужны. Что для вас цвет в одежде? Цвет для меня очень важен. Я всегда знаю, какой цвет мне подойдет. Я не могу сейчас их перечислить, потому что оттенки одного и того же цвета могут и подходить, и не подходить. Поэтому, да, я, когда меня спрашивают, какой цвет вам идет, я говорю, любой. Отвечаю, любой, но я должна сама его выбрать. Цвет важен. В моем случае цвет должен быть таким локальным, ярким, таким внятным. Мне редко идут блеклости, цветастые блеклости, поскольку я себя отношу к зимнему типу. А может быть наоборот, потому что мне не идут блеклые цвета. Блеклые, размытые я себя отношу к зимнему типу. Что для вас аксессуары и украшения? Все люблю, все допускаю. А хотя, как видите, сейчас я хожу без украшений, потому что, да, как-то немного у меня изменилось отношение к украшениям. Мне что-то... У меня их почему-то не стало. А раньше было очень много, и я могла практически любому наряду подобрать любое украшение. Сейчас украшения у меня как-то бедновато, и что я не покупаю, как-то не могу найти для этого украшения нужный наряд. Восьмой вопрос. Корректируете ли вы свою фигуру с помощью одежды, или вам все равно, что подумают окружающие, лишь бы вам нравилось? Так. Я отвечу так. Я не то чтобы корректирую, а как я уже говорила, не делаю акценты на недостатках и стараюсь делать акценты на достоинствах. Это, наверное, и есть коррекция. Хотя я бы применила еще большую коррекцию выбором ткани, выбором графики ткани, выбором цвета, выбором, безусловно, фасона. И я бы еще больше корректировала фигуру. Мне кажется, я бы смогла, поскольку человек, о котором больше всего я думаю, это я, которого я неплохо знаю со всех сторон, я бы знала, как скрыть какие-то недостатки, но и всегда нахожусь в поиске новых решений. Потому что как меняются моды, как предлагаются какие-то интересные фасоны, наряды, решения, я всегда в поиске и глаз у меня всегда нацелен на это, что подойдет мне. Я могу посоветовать что-то своим родственникам, маме, сестре, мужу, детям. Но тогда я всегда боюсь, что я слишком диктую свое видение, и это будет не их взгляд, а мой. Я хочу, чтобы мои близкие проявляли свою индивидуальность. Поэтому стараюсь не навязывать, и когда вижу, что явно человек ошибается, тогда я могу его поправить. Или вам все равно, что подумают окружающие, нет. Но не в этом смысле, не в том смысле, что я хочу выглядеть лучше перед окружающими, чтобы меня не осудили. Я хочу выглядеть лучше, потому что я уважаю окружающих. Я хочу, чтобы их глаз радовался, я хочу радовать их глаз. Вот такая моя позиция. Чтобы мне нравилась эта первостепенная задача. Если будет нравиться мне, то будет нравиться всем. Девятый вопрос. Что для вас вульгарность в одежде? Этот вопрос можно понять двояко. Что для вас вульгарность в одежде? Для меня это безобразие. Нельзя быть в вульгарном в одежде. Я хочу, чтобы каждый человек использовал одежду, выжимал из одежды максимум для улучшения своего образа, для лучшего. Ну, во-первых, чтобы окружающие радовались, чтобы решать какие-то свои задачи. Ну, потому что, если ты пойдешь куда-то, то ты должен быть одет соответствующий для решения. И если у тебя есть какая-то цель, с которой ты пошел куда-то, эта цель должна быть достигнута, и одежда тебе в этом должна помочь. Ну, это наиболее ярко, наиболее актуально это будет, когда ты идешь на собеседование на будущую, на потенциальную работу. Например, да, но тоже касается и посещений ресторанов, свиданий, ну и так далее. Так, с другой стороны, как понять этот вопрос, вульгарность в одежде? Вульгарность в одежде это безвкусица, как сочетание несочетаемого, китч, совершенная непродуманность. Ну, и в основном, да, для меня люди одеваются со вкусом или безвкуса. И если безвкуса, то это руками. Так, десятый вопрос. Используете ли вы одежду секонд-хенд? Ну, сейчас я уже слушала ответы некоторых блогеров, и да, наверное, актуальность секонд-хенда сейчас в наше время и в нашей действительности она как-то уже утеряна. Хотя, да, в свое время мы обожали что-то вылавливать в секонд-хенде, хотя я в этом была не специалист. Я как-то, у меня не было этого чутья, что-то вылавливать, чувствовать, что что-то хорошее. Но когда вот секонд-хенды процветали, это было очень увлекательно, что-то выискивать в этом хламе вещей. Но единственное, что мне не нравится в секонд-хенде, запах этого моющего средства, которым обрабатываются эти вещи. Одиннадцатый вопрос. Нравится ли вам выделяться из толпы или вы предпочитаете быть незаметной? Немного выделяться из толпы, как человек, одетый со вкусом, мне нравится. И ловить восхищенные взгляды мне нравится. Хотя я настолько какой-то человек на себе сосредоточенный. Но я отношусь к рыбам и змеям. Это знаки такие, все в себе. В общем, они думают только о себе, хорошо знают только себя. Это не то, чтобы эгоизм, а это, может быть, наоборот робость, невозможность оценивать других. Незаметной предпочитаю быть тогда, когда я плохо выгляжу, плохо себя чувствую. Да, тогда я думаю вообще только о себе и стараюсь отгородиться от всего мира. Мой девиз – не трогайте меня. Двенадцатый вопрос. Используете ли вы очки, линзы, солнечные очки и как выбираете? Предпочитаете иметь много или менять, или одни? В общем, очки я ношу, поскольку у меня с детства близорукость небольшая. И очки мне необходимы. Это с одной стороны. И я бы хотела иметь их много. Но поскольку у меня близорукость не очень большая, минус два с половиной, я стараюсь обходиться вообще без очков, не привыкать к ним. Хотя да, хочу иметь несколько очков. Но на данный момент у меня одни, только одни очки. И одни, и в сезон где-то у меня бывают одни солнечные очки. Хотя ходить в них мне очень трудно. Это Ари Флейн из последней коллекции. Трудно, потому что из-за плохого зрения я и так не очень хорошо вижу. Надев очки, я вижу еще меньше. Но, тем не менее, защита от ультрафиолета нужна. И я ношу очки. Ну, как-нибудь сориентируюсь. Есть люди более слепые, чем я. Так. Ну и вот, вот так выгляжу. Линзы никогда не носила. И, ну, я бы надела линзы, я не возражаю. Хотя, да, допускаю мысль, что, наверное, не смогу уходить в линзах. Что-то мешается в глазах. Но, если была бы необходимость, да, я бы попробовала линзы. И попробовала бы линзы цветные. Иногда, чтобы изменить какой-то образ интересный, я вполне допускаю, что могла бы надеть там, чтобы поменять цвет радужной оболочки. И тринадцатый вопрос. Относитесь ли вы к моде серьезно? Да, к моде я отношусь серьезно. Мода очень важна, занимает большое место в моей жизни. И одеваюсь я, стараюсь одеваться в соответствии с модой. И мода влияет и на макияж, и на маникюр, и на другие стороны жизни какие-то. В общем, да, отношусь серьезно. Ну, на этом вопросы тега закончились. Я надеюсь, что этот модный тег вам понравился, вам было интересно со мной, мне было интересно с вами. Я желаю вам красоты, счастья, здоровья, успехов, удачи во всех делах. Пока-пока. Ваша Аюна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok